Будь милостив к нам и благослови нас, Освяти нас лицом Твоим, Да бы познали на земле путь Твой, Во всех народах спасение Твое, Да восхвалят Тебя народы Божие, Да восхвалят Тебя народы все, Да веселятся и радуются племена, Ибо Ты судишь народы праведно И управляешь на земле племенами, Да восхвалят Тебя народы Божие, И да восхвалят Тебя народы все, Земля дала плод свой, Да благословит нас Бог, Бог наш, Да благословит нас Бог, И да убоятся Его все пределы земли, Аминь. Садитесь, пожалуйста. Всех вас я еще раз поздравляю С чудесным праздником Жатвы. Праздником урожая, Праздником собирания плодов. И у кого-то из вас есть земля, Огороды, У кого-то из вас есть только в кошельке Деньги, чтобы купить от плодов земли. Но мы понимаем, что если бы и в этом году Земля не произрастила плода, То и купить бы было или дорого, Или нечего. Но я думаю, что по-особому Имеют право благодарить Господа Те, кто держит глаза свои открытыми, И особенно те, у кого есть Или садик, Или огородик, Или огород, Или поле. И, наверное, таких у нас, Может, 30% Вот наших братьев и сестер, У кого есть земля своя, Свой приусадебный участок, И вы, Может быть, уже осени Скапывали, Садили, Осенью садится чесночок, Может быть, кто-то лучок, Может, азимы Сеяли Какие-то злаки, А по весне продолжали Думать о том, чтобы Что-то сделать для земли, Потому что Плодоношение зависит От Таких Важных компонентов, Например, старания со стороны, Во-первых, Конечно же, Господь это все дает, Но старание человека нужно, Усердие человека нужно, И у нас ничего на поле не вырастет, Хотя плодоносная земля, Мы были и проезжали в этом году На братское общение ездили В Воронежскую область, Это очень плодородная земля, Примерно метр Черноземный слой, И много земли, Ну, обработано, Но есть куски земли, Которые не обработаны, И если туда не приложить Никаких рук человеческих, Ничего не вырастет, Но мы понимаем, Что Господь дал землю Со стороны Господа, Он дал силу земле родить, И вы знаете, Люди очень сильно переживают, Что земля истощается, И скоро не может прокормить людей, Но это все ложная Тревога со стороны лукавого, Для того, Для того, чтобы запугать людей, Конечно же, мы понимаем, Что Бог заложил этот ресурс Земле и силу дал, Чтобы она рождала И давала плоды. И Бог дает, Знаете, Время, Года, И мы радуемся все Солнцу весеннему, Этим лучам первым, И мы радуемся и говорим, И земледельцы говорят, Вот сейчас наступило время Обрабатывать огород, Наступило время Сеять, Удобрять, Поливать, И многое другое делать. И они делали. И тот, кто был усерден, За ваш труд Вы получили награду, Вы дала земля плод свой. Ну и, конечно, мы понимаем, Со стороны и человека, И Бога, Есть обоюдное, скажем, Такое сотрудничество. И Бог дает солнце, Тепло, Посылает и дождь в свое время. И знаете, что? В этом году, Хотя, конечно, Затянулась весна, И многие думали, Ну, наверное, будет голод, И не даст земля плода. Но я думаю, Что все мы очень благодарны, И кто садил, И кто сеял, И кто убирал, Вы все сегодня счастливы и довольны. Хороший урожай пшеницы! Нам брат Александр говорил, Свидетельствовал, И здесь есть еще, Вот наши друзья, Представители их, Кажем, фирмы, И говорили, Что хороший урожай дали злаки. Хорошая картошка уродила в этом году. Хорошая картошка уродила. А сколько было яблок? Конечно, не везде были яблоки, Но они были в этом году. Их было много. И здесь только нужно было их собрать, Что-то с них сделать. Кто-то сок делал, Кто-то варенье делал, Кто-то складывал, Собирал. Знаете, как Бог дает обильно? Он дает все обильно и с наслаждением. Для того, чтобы люди, Написано, Вкушали с благодарением. И вы знаете, Что Господь говорил народу израильскому, Чтобы они, Когда собирают урожай, Благодарили Бога. А когда будут вкушать хлеб, Они его вкушали с весельем. Торжествовали. Это Бог нам дал, У нас есть что покушать. Когда первоапостольская церковь Вкушала хлеб, Написано, Они вкушали в простоте И веселье их сердца. Мы сегодня, Нам приготовили наши друзья, В конце нашего собрания, Тоже хлеб. Торжественный. Мы будем тоже его вкушать В простоте и веселье сердца. Но сейчас мы На этом богослужении, В первой нашей молитве, Настраиваем наше сердце, Настраиваем наш разум, Настраиваем себя, Чтобы нам достойно Воздать Богу славу. Потому что, скажите, пожалуйста, Разве это не чудо? Я всегда удивлялся. Садишь маленький подсолнечник, Когда-то мы садили, Маленькое семечко. Садишь землю, И она пробивает Эту толщу И вырастает Росток. А потом зацветает Через некоторое время Подсолнечник. Такой красивый, На солнышко похожий. Поворачивает свою головочку В сторону солнца. А потом Наливается. А потом Зреет. И смотришь, Бывает вот такая большая шапка. От одного маленького Семечка. Семечка. Это чудо. Дорогие, Я хотел бы сказать, Нам нельзя забывать. Нам нельзя быть Невнимательными. Нам важно Замечать. Нам важно Видеть Почерк Великого Бога. Его почерк С размахом. Его могущественное Творческое Мастерство. Это Он. Знаете, Когда весной Посмотришь, Разбросал по лугам Такое обильное Цветение Одуванчиков, Батьмачиха. Цветет Мак, Цветет Ромашки. Он разбросал Это все По земле. Для кого это? Для тебя. И для тебя. Для меня. О, Если мы Внимательны К действиям Господа. Мы просто, Я думаю, Что будем Преклоняться Пред Ним Каждый день. Потому что Видим Это Его Рука. Это Его Могущество. Это Его Сила. Маленькое Семечко Морковки. Помните, Какая она Самая маленькая? Кто из вас Сеял? Мы его, Когда сеяли, Меня отец Учил так. Если ты сеешь, Смешивай его С песком, Чтобы меньше Было Раздергивать. А потом Сей его. И тогда Намного Проще И меньше Потом Раздергивать. И много У тебя Будет от Маленького Пакетика. Посажено На грядке. Вы знаете, Маленькое Зернышко, Но какая Бывает Большущая Морковка? Маленькое Семя, Но хороший Плод. Чудеса. Мы видим Эти чудеса. Мы сегодня По-особому Их отмечаем. Мы благодарим Нашего Творца. Как много Их, Этих Чудес. Рядом Морковка, А между Морковкой Садят Чеснок. Одно Горькое, А другое Сладкое. Как так? Какое Чудо! Какое Величие! Какое Могущество Божие! Каждая По семени Своему, По злаку Своему, По природе Своей Произрастает Вот это Прекрасное Насаждение И мы И мы видим Это Было Прекрасное То есть В третий День Это Было Все Четвертый День Бог Сотворил Солнце И как Только Солнце Появилось Вся Земля Зазеленела Третий День Бог Посадил Или Насадил Эту Землю И Она Действительно Прекрасная Я думаю Что Земля Латвийская Прекрасная Земля На которой Мы живем Она Прекрасная Она Красивая Она Везде Где бы Мы Не посмотрели Глазами Нашими Она Богом Уряжена Она Богом Украшена Особенно Красивые Я думаю По особому Красивые Сады Полные Яблони Груш Слив И я думаю Что Все мы Заботимся О том Когда мы Ну например Имели Сады Я вспоминаю Сад свой Детство Своего Я вспоминаю Все сады Которые Были у нас Всегда Мы старались Чтобы в саду Было Только Фруктовые Деревья Только Может быть Кустарник Смородина Крыжовник Вишня Слива И все Прочее Все остальное За пределы Вы знаете Вот такая Забота Наша Об этом Маленьком Кусочке Огорода Чтобы там Было Максимально Полезно Для человека Так и Бог Нас С вами Хочет Видеть Полезными Для нашего Господа И для Окружающих Людей Первая Наша Молитва Наше Сердце Мы пришли Сюда Кто-то Из вас Принес Плоды Земли Вы Посложили Сюда И украсили Эту Витрину Кто-то Из вас Принес Благодарность Нашему Господу Но я Думаю Что вы Все Мне кажется Нет ни Одного Кто Мог бы Молчать Чье Сердце Не Переполняет Хвалою Тому Создателю Богу Который Так Велик Какой Наш Великий Бог Это Говорит Об этом Земля Плоды Уникальность Чудо Творение Создание Божьих Рук Земля Дала Плод Свой И в этом Году Знаете Как много Было В тревог И волнений Когда Человек Бросает Землю Семя И в Библии Так написано Сеющие Со слезами Они В радости Понесут Снопы Свои И я знаю Времена Были Голода Времена Были Особых Трудностей Когда Люди Отрывая От семьи Резали Эту Картошку Бросали Ее Со Слезами Но Наступало Время Жатвы И они Брали Лопатой Копали Землю И Вознаграждение Была Радость Они С радостью Несли Эти Ведра Они С радостью Несли Эти Снопы Потому Что Так Слово Божье нам Говорит Они Полагались На эту Силу Которую Бог дал И законы Которые Бог дал Земле И Она По настоящий День Не Истощилась Братья и Сестры Друзья Дорогие Достаточно Будет Силы Земле Плодоносить Пока Пока Мы На земле Живем И Ищем Господа Когда Мы Приближаемся И на первом месте Ищем Лица Его И царствие Его И он Прилагает Нам И картошку И хлеб И Здесь мы Видим И лук И яблоки И все Что Здесь есть Я бы Так Если предложил Вам Что Вам Морковочка Кому-то Яблоки А кому-то Картошка И так Я думаю Что А некоторые Все бы Ели Потому что Они понимают Что это Божье насаждение Но нам Это все Нужно Знаете Что Наша Земля Там Где Ты Живешь От Плодов Земли Это Самые Лучшие Витамины Которые Необходимы Для Организма Человека Это Там Где Ты Живешь Эти Плоды И Эти Витамины Питательные Вещества Калории Все Содержит То Что Произрастила Земля Где Мы С вами Находимся Поэтому Мы Сегодня Благословляем Господа Мы Благословляем Сегодня Страну В которой Мы Живем Мы Благословляем Правительство Мы Благословляем Народ Этой Земли Мы Благословляем Абсолютно Все То Что Сегодня Господь Желает Чтобы Исходило Из Нашего Сердца Даже Мы Призваны Благословлять Людей Которые Неблагодарны И злы Которые Говорят Нам Да Что Ты Там Молишься Да Зачем Тебе Нужно Когда Ты Садишь Картошку Или Сеешь Свои Злаки Поднимаешь К небу Глаза И Говоришь Господи Благослови Разве Бог Это Делает Это Твоя Рука И Земля Сама Вот Она Природа Знаете Что Мы Верим Что Природу Нашу Землю И Над Нею Есть Управитель И Мы Ему Поклоняемся И Мы От Него Зависимы Я Думаю Что Собрав Клады Урожая Мы В нашем Сердце Его Глубоко Сердечно Воздадим Ему Благодарность И Скажем Господи Скажите Пожалуйста Я хотел Задать Вопрос Заслужим Ли Мы Урожая Плодов Которые Получили Мы В этом Году Я думаю Что Это Благость Божия Я думаю Что Это Милость Божия Вообще Люди Они Рассчитывают На Бога А Может Быть Они Рассчитывают На Свои Силы Но Господа Есть Определенная Цель Он Еще Раз Как Добрый И Как Слово Божье Совершенный Бог Совершенный Бог Он Все Это Дает Как Великое Благословение С Надеждой Что Наконец-то Люди Собрав Урожай Посмотрят И Увидят Что Это Он Дал И Они Преклонятся Пред Господом Потому Что Посылая Времена Плодоносные Он Дает Это Время Для Покаяния Для Обращения Для Того Чтобы Они Увидели Наконец-то Что Это Не Твои Руки И Сколько Было Моментов Когда Люди Так Надеялись Особенно В советское Время Вы Помните Этот Пример Который Говорил Когда-то Беспалов Пришла Одна Женщина В магазин И Спрашивает Есть ли У вас Белый Хлеб Нету Белого Хлеба А Черный Хлеб А Черный Хлеб Есть И Она Говорит Ну Слава Богу Они Она Говорит Они Говорят Не Слава Богу Слава Партии Она Говорит Вот За Белый Хлеб Слава Партии А За Черный Слава Богу Вы Знаете Мы Понимаем Что Никакая Слава Человеческая Никогда Не Устоит Но Наш Господь Это Он Посылает Времена Владоносные Дорогие Я Очень Просил Бы Вас Учите Своих Детей Ценить Плоды Земли Дорогие Я Очень Просил Бы Вас Не Разбрасываться Куском Хлеба Но Всегда Ценить Его И Сберегать Его Наставляя Чтобы Наши Дети И Внуки И мы Также Не Забывали О том Что Сегодня Много Голодных Сегодня Много Миллионов Людей Ложатся Спать Голодными И есть Множество Людей Которые С голода Умирают У них Нечего Покушать Они Рады Были Кушать Те очистки Которые Мы Выбрасываем От Нашего Картофеля Но Этого Нет Конечно Это Новая Другая Тема Вопросы Милосердия Доброты Но Вот Сейчас Наша Молитва Это Молитва Благодарности Это Молитва Хвалы Это Молитва Наша Совместная Я Верю Что Никто Из Вас Не Будет Безмолвен Вы Не Будете Равнодушными Но Мы По Настоящему Восхвалим Нашего Господа За Урожай 2013 Года Урожай Собран Жатва Закончилась Бог Сказал Вы Наблюдайте Праздник Жатвы Для народа Израильского Чтобы Замечать Дела Божьи И Мы Будем Внимательны И Будем Обращаться К нашему Господу Я Возьму В руки Хлеб Как Символ Всего Благословения Материального И достатка Который Бог Нам Дает А Мы Все Вместе Будем Благодарить Господа За Все То Что Нам В обилии Бог Дает Для Наслаждения Так Много И Нельзя Можно Не Все Невозможно И Перечислить Но Это Все Тебе Даровано Это Все Даровано Твоим Детям И Твоим Внукам Это Даровано Все Нам Мы Имеем Сегодня Возможность Вкушать Но Будем Всегда С Благодарением Это Делать Аминь